господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно сегодня у нас 22 апреля 2016 года ребятам уже уходить на 20 минут просят озвучить вопросы и ответы тема очень большая роликов будет потом будем соединять 4124 ролика ну понятно что требуется что-то для этого начинаем мы с никитой колесников вот будет так как название какое-то я говорил сегодня тут придумаем название но по темам мы закончим одну тему она здесь от тема будет идти под номерами но и название идет бесы колдовство а потом библия 55 папок вот они идут можно показать тем сколько вот они ну вот теперь мы начинаем господи благослови дело непростое и может даже не на один год тема открывается от первого у меня были почему-то отдельно выделены эти вопросы считай какие вопросы 461 471 том 1 страница 452 по 460 вот мы теперь будем отсюда идти это запись вот какая тема вопрос какой мы сейчас начинаем это вопросы которые мне задавали в университетах в институтах школах в техникумах в милиции занятия с милицией вел в разных разных органов на заводах на фабриках 3 радиопрограммы и на телевидении я плохо слышу вписанном виде записки были а потом это пришлось уже сюда и все это записывалось так мелко больше мы никак не сможем увеличивать ну как только снимать если да вот а да лучше вот так каждый прямо здесь же я вот так вот снимаю его копирую но и сразу то там уже пока закрыть у меня тут записи вот вот где-то word есть и как это у нас будет делаться word вот она мелкая теперь на другое ну и я делаю шрифт 18 так пойдет нет по громче покрупнее да так пойдет о как годится пойдет вот так лучше вот каждый раз вопрос будем терять время несколько минут на это мы считаем вопрос 461 наверное будем делать так ко мне вопрос якобы считаю его ты будешь считать ответ потому что длине не так быстро упаришься если в почтовом ящике получишь от неизвестного святое письмо в кавычках и в нем изложена молитва или предупреждение в конце пишется размножить в 12 экземплярах и разослать людям а иначе будет плохо как правильно поступать ответ леонид андреев писал страшилки а лев толстой ответил он пугает а мне не страшно чтобы это написать ты должен знать леонида андреева и льва толстого и переписку их в лучший момент нужны слова даже смешно слышать это от современного человека но когда с ними поближе сойдешься только и всплеснешь руками приезжает к нам потерявку наш добрый знакомый директор совхоза закоренелый коммунист богатырь как бы не чемпион по поднятию тяжести в своем районе и гонен валерий григорьевич из кадникова с деликатной просьбой научить его отбиться от колдунов дать ему какую-нибудь сильнейшую молитву заговор чтобы все колдуны попятались от него ведь я называю имена фамилии то есть можно связаться с этими людьми теперь и не от каких-то запредельных а отжимных зоотехниках в которой открылся талант махать руками и это госпожа рабческая повздорила с руководителем и пообещала навести поршу на общественный скот и он как рачительный хозяйственник и добрый руководитель который искренне печется об улучшении благосостояния своих сограждан совершенно на полном серьезе хочет создать встречное энергетическое поле милые мои добрые русичи да что же то с вами сделать да как же вы оказались такими сирыми и бедными да почему же вам прямо не обратиться ко христу и живя свято и непорочно помолиться за этих окаянных бесовских служителей чтобы они начали работать руками на огородах а не махать руками наводя поршу исцеления в кавычках это письмо подброшено вам в почтовый ящик сожгите руки хорошо помойте с хозяйственным мылом и святой водой покрапите почтовый ящик перекрестите крестным знамением и прочитайте да воскреснет бог и сатана к вам и близко не подойдет польза от этих сумасбродных глупых писем только почтовому отделению продающему конверты и больше никому вот маленький отец тут еще нельзя больше сказать на это мы все так оторви